Дорогие друзья, вы смотрите передачу «Реновация новостройки Москвы». Мы с вами переместились из Марина в Люблино. Это улица Нижние Поля, вот она проходит. И, собственно, здесь никогда не было жилых домов, но самого названия понятно, что когда-то здесь были поля, а именно поля Орошения, Люблинская станция аэрации, ну, где очищались канализационные стоки, можно сказать, со всей Москвы, ну, по крайней мере, со значительной части. Вот, ну, и здесь, в общем, в принципе, находится, по сути улицы походят себя по промзоне Люблино-Перерва, о которой я рассказывал, но сейчас от нее уже остались какие-то жалкие остатки, хотя, конечно, в принципе, как мы видим, и там, и здесь вот эта база, соответственно, автомобильной дороги, да, автодороги, ну, и там дальше автобаза Мослифта, вот складской комплекс Диметра, ну, и так далее. То есть тут учебный комбинат, много разных таких автобаз, складов и так далее. Ну, потихонечку и на эту улицу приходит застройка, и вот мы видим, строится жилой комплекс Люблинский парк, он называется, строит компания ПИК, довольно известная, которая сейчас очень много строит в Москве. Вот, и строится этот жилой комплекс на территории бывшего Люблинского литейно-механического завода, вот, который занимался изготовлением и ремонтом колесных пар, поездов, тормозов, тормозных систем, ресор, ну, и, в общем, все, что связано с новым железнодорожным транспортом. Этот механический, литейно-механический завод занимал очень большую территорию, вот отсюда, собственно, она шла, от Иловайской улицы, вот там она находится, да, и вплоть туда, вот, вдоль железной дороги он, собственно, находился, и вплоть там до Мариупольской улицы, ну, в основном он шел вдоль Люблинской улицы, там дальше Люблинская улица, ну, и, собственно говоря, вот вдоль нее, в основном, он ушел, но частично вот заходил как раз и на улицу Нижние Поля. Ну, и теперь этот работал он с 1333 по 2014 год, ну, грубо говоря, 80 лет, чуть побольше, да, ну, будем так говорить, для, так сказать, ясности 80 лет, да, вот, и, соответственно, был, в общем-то, во многом принудительно обанкрочен, вот, как это часто бывает, и, соответственно, продан компанией ПИК под застройку. Ну, кстати, вначале хотели вроде сделать какой-то логистический центр на этом месте, место жилого комплекса, вроде даже китайский, но потом передумали и решили строить вот жилой комплекс, большой жилой комплекс Люблинский парк. И вот, собственно, он перед нами как раз, ну, не весь, а только часть. Это, так называемая, первая очередь этого жилого комплекса Люблинский парк. Вот мы видим. Здесь как раз. Ну, видите, территория большая, конечно же, да, все тут будет застраиваться. Вот это все здесь территория завода была, а теперь все застраивается. Вот отсюда и дальше туда, вот, вплоть до Мариупольской улицы, вдоль Люблинской, все будет застраиваться. Там вот последние годы сносили здание механического завода Люблинского, ну, и почти все уже снесли, там немножко осталось, снесли, там котельная вроде осталась, транспортный цех, ну, в общем, небольшая часть. А в остальном все уже снесли, и сейчас все застраивается. Ну, и такой этот, в общем, типичный, типичный человейник, видите, окна в окна, множество домов, это только часть, вот. Так называемая первая очередь этого жилого комплекса Люблинский парк, вот, который состоит из десятка домов, ну, а всего тут ожидается около 30 домов, они еще туда дальше будут построены, может, даже и больше, ну, и, соответственно, строить будут, ну, примерно до 2023-го, по некоторым сведениям, даже до 2025-го года. Эти жилые дома, ну, территория действительно огромная, это заводская, бывшая, большая заводская территория, завод составлял этот костяк этой промзоны, главным предприятием его промзоны Люблино-Перерова, ну, и, соответственно, видите, площадь, конечно, огромная. Вот, ну, и, конечно, видите, дома высотные, они, хоть и переменные этажности, но в основном они довольно-таки высокие, там минимально примерно от 16 этажей, ну, и где-то до 25 примерно, но это только так. Возможно, конечно, это указывается в проекте, а может быть, конечно, и даже больше будут, выше строить, хотя, возможно, ограничиться 25 этажами. Вот. Ну, и, соответственно, пока еще этот комплекс, ни один дом пока не заселен, то есть, пока он еще строится, хотя видим, что уже, в принципе, многие дома, они фактически построены, да, то есть, видите, коробки уже до конца, но там еще идут отделочные работы, и хотя уже в этом году, в конце этого года, хотят сдать первые дома, то есть, уже начнется заселение этого жилого комплекса. Люблинский парк. Вот. Ну, конечно, понятно, что, так сказать, в таких человейниках, да, в принципе, конечно, дорогих квартир быть не может, понятно, что здесь, в общем-то, цены будут, ну, достаточно относительно низкие для Москвы, ну, и хотя название такое красивое, Люблинский парк, ну, Пик любит такие названия, там, Семеновский парк, всякие парки вот эти, да, вот, но, в общем-то, конечно, комплекс находится в промзоне, ну, хоть во многом мы бывшие, но все равно, видите, среди всяких автобас, складов и так далее, но самое, конечно, неприятное для жителей будет то, что там за ним находится железная дорога, мы ее, конечно, сейчас не видим, вот, проход к ней закрыт, все, ну, это и понятно, но там, прям буквально рядом, вот, ну, потому что завод же находился, и там, собственно, он как раз сделал запчасти, всякие детали для вагонов, для железнодорожного транспорта, поэтому все вполне логично было. Там электроподстанция, там же, видите, Ленинск, еще какая-то, там, по-моему, даже две электроподстанции идут. Ну, в общем, представляете, вот это соседство с высоковольтными линиями, поэтому, конечно же, тут, в принципе, жилье стоить дорого и не может. Вот, это вот именно такой вот эконом-класс, что ли, или как бюджетные такие дома, да, вот, видите-ка, прям буквально окна в окна, то есть небольшие пространства, ну, так, конечно, закрытая территория, даже две школы обещают, несколько детских садов, там, своя поликлиника, ну, все это, конечно, рекламируется, но место, конечно, здесь, ну, не очень, скажем так, благоприятное для жилья, для жизни. Вот, возможно, даже здесь построят и, ну, может, там, 1-2 дома для переселенцев по инновации. Тут, как раз, Люблино, с той же Люблинской улицы, с других улиц, вот, где будут переселять, разрушать дома. Возможно, здесь, ну, может, 1-2 дома отдадут как раз для переселенцев по инновации. Ну, пока, я как-то точно не слышал, как решили этот вопрос, будут давать, нет, но вот, пока такая ситуация. Так что, вот, пока строится, это первая очередь, ну, а дальше будут еще строительства продолжаться, и туда, вот, в сторону, как раз, Люблинской улицы. и вплоть до Мариупольской, там, где, собственно, и заканчивается территория вот этого бывшего Любинского литейно-механического завода. Ну что ж, будем следить за развитием событий, а сейчас пойдем смотреть дома по реновации.